Соцветием культуры Крыма продолжилась череда фестивалей, посвященных объединению разных национальностей. Знаковым стало подписание соглашения между Домом Дружбы Народов Крыма и Московским Домом Национальностей. Фестиваль начался с показа костюмов и выступления творческих коллективов. Более 20 представителей национальных автономий показали на выставке свои декоративно-прикладные изделия. Было чему и поучиться. Что вы делаете? Я плету цветок, плету на коклюшках, это называется техника кружевоплетения на коклюшках. Нитка – это металлизированные мулины и плюс еще тут добавлена проволока. К этому празднику мы готовились целых полгода. Мы шили, вышивали, а еще мы рисовали акварелью. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Домом Дружбы Народов Крыма и Московским Домом Национальностей. Совместные проекты, утверждают подписанты, будут направлены на сохранение и развитие культур народа в России. На данный момент мы подписали соглашение. Я передала моим крымским товарищам весь список организаций, краеведческих организаций, национальных организаций, с которыми дружит Дом Москвы. И надеюсь, что это будет очень полезно для Крыма. Сегодняшний фестиваль способствует этнокультурному развитию многообразия всех народов, проживающих, как в Крыму, так и во всей России. Сегодняшние участники фестиваля с таким азартом восприняли все это. Фестиваль соцветия культур Крыма проводится при поддержке Государственного комитета по межнациональным отношениям Республики Крым. Способствует взаимоуважению к культуре, традициям и обычаям всех народов, проживающих в Крыму. А вследствие подписанного соглашения о сотрудничестве уже в следующем году, предполагают организаторы, оно приобретёт масштаб федерального уровня. Надежда Терзиева, Сергей Евсеев. Время новостей.